всем привет сейчас самое главное видео в этом году про тренды в интерьере в 2021 а вы что подумали поговорим про то какие будут модные цвета форма дивана фактура принты ткани ну и так далее интересно подписывайтесь на канал и поехали для начала давайте разберемся что такое мода а что такое тренды к чему стоит присмотреться и взять на вооружение а чего стоит держаться подальше и так мода это что-то такое скоротечное это то что мы можем быстро менять например цвета в одежде но одежду мы же часто меняем новый сезон новый комплект одежды или обуви а у вас как дорогие друзья и вот компания понтон в этом году объявляет цветом года синий а буквально недавно он нам представил новое сочетание цветов серый и желтый ну и что с этим делать ну как что выбирайте одежду а на следующий выбор понтона выберите следующий комплект так сказать а вот тренды это нечто иное тренды это ответ всей дизайн индустрии на запрос общества вот например какой запрос общества сейчас на планете земля это запрос на экологичность и экономичность но я думаю что вы об этом знаете по крайней мере мы это точно знаем посещая выставки и наблюдая что происходит но это все у них там где-то за бугром а у нас-то немножечко иначе нам в общем-то наплевать на экологичность и на экономичность потому что все гонятся за всем красивеньким так какой же он главный тренд года у нас в стране да и вообще в мире главный тренд года будет да уже и случился это переосмысление пространство так сказать под девизом мой дом моя крепость мы войдем в новый год почему так получилось да потому что когда случился к вирус и всех нас посадили на самую изоляцию мы все вдруг поняли что наша квартира какая-то не такая она не совсем удобная и не отвечает вообще всем тем требованиям которым бы она должна отвечать вот раньше как мы относились к квартире да никак мы в нее приходили поели душ приняли легли спать утром стали пошли на работу поработали вечерком сходили погулять потом в театр кафешечка и пришли домой переночевать следующий день к друзьям сходили на выходные на дачу съездили ну в общем-то квартире как-то ну вот она есть и хорошо сейчас для нас квартира стала и рестораном и офисом и детским садом и спортивным залом и так далее и так далее и все это должно оказаться в одном месте где мы с вами живем вот это и есть главный запрос общества а что нужно сделать со своей квартирой чтобы мы мне было в ней удобно и комфортно а это переосмысление всего жизненного пространства и тут стоит сказать что этот самый тренд будет развиваться в двух направлениях он уже развивается первое это маленькие и даже микро квартиры и дома второе это большие огромные квартиры и дома естественно ну такие дом тире корабль но знаете как круизный лайнер в котором все есть сел на борт поплыл и больше ничего не надо и так направление номер один она будет двигаться по пути маленькие квартиры и дома связано это с тем что люди бегут из сел и деревень переселяются в города ну и тут уж как говорится на что хватило то и купили посмотрите например на москву но ведь пищат и лезут пищат и лезут а еще говорят что москва не резиновая до резиновая и с этим запросом прекрасно справляются застройщики тонко уловив настроение масс они строят и строят эти жилые комплексы и дает им такие великолепные названия жилой комплекс комфорт класса комфорт плюс бизнес класс а люди ведутся на эти магические словосочетания и покупают квартиры свято веря что это дом бизнес класса я вам сейчас историю расскажу история заключается в том как я ходил смотрел квартиру в дом бизнес класса представьте себе дом 25 этажный с одним подъездом на каждом этаже 10 квартир берем 10 квартир умножаем на 25 получается 250 квартир в доме с одним подъездом умножьте это ну хотя бы на два потому что в каждой квартире будет жить не один человек а семья и это как минимум 500 человек 500 человек в одном подъезде а что делать когда они все одновременно на работу поедут это же из паркинга не выехать и это называется бизнес класса вот так вот у нас строят жилые комплексы главное уловить настроение масс и все получится короче есть много людей которые покупают маленькие квартиры и их запрос впихнуть не впихуемое но сделать красиво это и есть тот самый запрос который формирует тренд это значит что следуя этому тренду производители будут делать облегченную мебель мебель меньшего размера дизайнеры будут стараться придумать такой дизайн который позволит впихнуть не впихуемое а это повлечет за собой то что они будут придумывать новую мебель ну например такую мебель трансформер из кухни выдвигающийся стол например для работы за этим столом на компьютере или какую-нибудь кровать перевернув которую можно в бильярд поиграть но мы же помним что мы должны квартиру сделать не просто местом для ночевки а еще и место для развлечения и так далее и так далее а еще это все должно стоить дешево и тут наверняка производители не подкачают они будут стремиться удешевить свою продукцию еще больше 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 так что будьте внимательны дорогие друзья до бесконечности удешевлять же невозможно чудес то не бывает или вы до сих пор верите в чудеса ну тогда будьте готовы что ваше чудо через несколько месяцев превратится в тыкву тем не менее все хотят жить красиво но не у всех достаточно денег на итальянскую мебель и английские обои что же делать не нужно покупать все элементы интерьера начиная от пола и заканчивая люстрой дорогие и прекрасны нет нужно определиться что же главное вашем интерьере например это может быть картина которой мы приковываем взгляд и заставляем разглядывать ее а все остальное только лишь ее поддерживает это называется управление взглядом а вот это уже совсем новое требование к дизайнеру когда дизайнер строит интерьер по принципу композиции и управлением взглядом когда он не тратит деньги на все подряд не покупает все самое красивое и дорогое а он знает как привлечь внимание главному ну и пускай туда деньги будут потрачены а все второстепенное можно так сказать немножечко попроще вот такой будет запрос у общества и те из дизайнеров кто не сможет с этим справиться за борт это есть тренд и этот тренд заставит нас дизайнеров разбираться в моде разбираться в живописи ну банально чтобы картину сделать центром внимания разбираться в мебели какая есть мебель недорогая но красивая и дизайнерская а такая все больше и больше появляется на отечественном рынке и это тоже тренд то есть отечественный производитель сейчас в плюсе сейчас ему все карты в руки сейчас все больше и больше обращаются именно к отечественному производителю а не зарубежному это и есть тренд переориентация на отечественного производителя будет запрос на цвет в интерьере потому что цвет это самое недорогое и доступное средство преобразить интерьер и тот кто не разбирается в этом вопросе за борт а что это значит а это значит долой серые интерьеры да здравствует цвет вот такой тренд мы в свою очередь следуя трендом сделали специально для вас услугу консультация по перепланировке она абсолютно доступна для каждого вы можете ее заказать я для вас подготовлю перепланировку вашей квартиры или дома а потом отвечу на вопросы если интересно то переходите в описании и жмите на ссылочку записывайтесь и совсем скоро вы получите от меня перепланировку и консультацию а также у нас есть курсы для новоселов где мы учим создавать дизайн и помогаем сделать дизайн проект своей собственной квартиры ссылочка в описании теперь поговорим про направление номер два нашего тренда в двадцать первом году это квартира корабль но если кто плавал на круизных лайнерах то это такая штука куда вы попадаете и обо всем забывайте там есть абсолютно все вот сел на борт и поплыл ни о чем не заботишься есть спальня со своими ваннами есть гостиные есть бары есть кинозалы есть огромные кухни есть различные развлечения спортивные залы ну и так далее и так далее и ты ни о чем не заботишься потому что есть запасы для всего запасы еды и различных там напитков словом есть все так вот этот подход заставит нас по-новому взглянуть на пространство переосмыслить его и проектировать совершенно иначе например родительская спальня какой она должна быть все столкнулись с тем что дети с утра до вечера дома а интимной радости хочется а детей никуда не деться чтобы вам было комфортно вам просто потребуется это просто необходимость это когда спальня гардероб и ванна за одной дверью родительская спальня это тренд кабинет раньше он был не нужен зачем рабочие дела тащить в дом а сейчас нужен в идеале это отдельная комната ну а если нет такой возможности то все будут искать способы найти такое местечко дома или совместить с каким-то помещением например со спальней кухней или еще чем-то кабинет тренд следующая территория детей именно территория они отдельно комната это такое место в квартире или доме где дети могут существовать автономно не забегая на общую территорию там у них спальне там у них игровая там у них своя собственная ванная комната и желательно еще мини кухня чтобы лишний раз не тревожить родителей и так на самом деле будет комфортно всем особенно если ваши дети подростки ванная комната ну все наконец поняли что ванная это не просто постирочно-помывочная а эта комната для релакса это то помещение в квартире где можно законно уединиться и закрыться от всех и хотя бы 30 минут полежать и порелаксировать конечно же это большая кухня с островом с отдельно стоящим обеденным столом кухня это не просто место для готовки еды так сказать цех по приготовлению пищи но это еще и место для развлечения место для общения и поэтому остров просто необходим кстати про это у меня был снят отдельно ролик кому интересно по ссылочке welcome смотрите конечно должно быть много мест хранения и не только по ту одежду которую вы носите сейчас но и под всю остальную а также под многочисленные коробки под елочные украшения чемоданы в конце концов куда-то нужно положить которыми вы пока не пользуетесь но мы все в надежде что скоро ими воспользуемся но тем не менее их нужно где-то хранить а хранение это еще и стиральная машина а еще и уборочный инвентарь а еще у кого-то рыболовный спортивный ну и так далее и много чего еще да что там далеко ходить запасы еды нужно куда-то сложить мало ли чего как бы это не было смешно но это формирует тренд потому что таков запрос общества застройщикам строителям нужно будет как-то отвечать на этот запрос общества и прямо сейчас этот запрос сформировался и прямо сейчас люди требуют вот таких вот новых жилищных условий на все на это нужно будет как-то отвечать пока квартиры не очень отвечают таким требованиям что нельзя сказать о домах которые проектируются индивидуально ну вот например как это делаем мы с учетом всех новых пожеланий и требований теперь главное находясь дома или в квартире она не должна нам наскучить мы не должны чувствовать себя как будто в клетке то есть наша квартира или дом должны дарить нам новые эмоции и переживания в дизайне должна быть какая-то идея а эта идея отталкивается именно от истории эта история развивается по квартире мы по ней путешествуем от этого нам не скучно потому что мы получаем новый визуальный опыт и вот это вот будет сейчас самое ценное и востребованное и это новый тренд дизайн с историей индивидуальный а не под копирку как это любят делать многие дизайнеры посмотришь на их портфолио и клон 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 ну а что с одной стороны хорошо предсказуемо заказчик в принципе идет и уже знает что он получит клон ну и недорого опять таки же некоторые клиенты у нас спрашивают ничего сячи так дорого ну да у нас дороже и у таких же как мы тоже дороже потому что мы создаем совершенно другой дизайн дизайн с история а на это извините требуется больше времени и усилий чтобы создать что-то новое но друзья мои это тренд ну если подытожить все сказанное в тренде индивидуальность а это работа с искусством работа с цветом и фактурами в тренде экономичность нет так сказать золотым унитазом и нелепым украшательством в тренде натуральность ну так как нас лишили природы так хоть кусочек ее дома создать в тренде дом как корабль ну это работа с планировкой конечно в первую очередь и пространством тут конечно идеальный вариант проектировать дом с нуля потому что можно учесть абсолютно все ничего не забыть и сделать максимально удобно но и красиво конечно же заказать свой индивидуальный дом который будет в тренде вы можете в нашей студии ссылочка будет в описании ну глобально с трендами как-то так можно конечно поговорить отдельно про цвета их сочетания можно поговорить про эко-стиль и эко-тренды про расхламление короче говоря напишите в комментариях что вам интересно обсудить и возможно на эту тему я сниму отдельный видеоролик ну а на этом всем пока не забудьте поставить лайк подписаться на канал и нажать на колокольчик да прибудет с вами муза